Всем привет! Сегодня у нас в студии очередные современные кроссовки Jordan Jordan CP3-4. Внутри есть такая брошюрка небольшая, на HD вы сможете приблизить, и тут написано вот в этой строке четвертое поколение кроссовок для лучшего молодого игрока. Возможно так и есть. И вот как выглядят те самые лучшие кроссовки. Тот самый лучший игрок. Ну, твои кроссовки, ты так и выглядишь. Извини, брат. Крис и Полы. Вечно молодой, вечно пьяный Крис Пол. Парень, конечно, заслуживает уважения. Его кроссовки и такой шу-бизнес тоже. Он получил контракт на Jordan Brand довольно быстро. Именные цвета, поклонницы. Ну и пошло покатилось. Кроссовки выполнены в выездной расцветке команды, как она там называется нынче. New Orleans Hornets. Так пусть и называются. На пятке кружочек с джампманом. Напоминает боксерский энхенсер. Передняя часть нос выполнена из кожи. Довольно грубый. Боковая часть напоминает гиперфьюз. То есть такие впаянные места. Здесь меш. Язычок. Такой зажим для ахилла из кожи. Петля. Чтобы пить чай. От машины какая-то деталька. Язычок чуть из более мягкой кожи. Подошва. И подошва. Подошва. Подулон. Подулон. Такой же схожий элемент идет на Jordan Icons. Too smooth. 20-х Jordan. 20-х три четверти. И так далее. То есть отдельные материалы. Но чем интересен тут, тем что в пятке есть зум. Для чего тогда подулон, если есть зум? Пусть нам ответят. Хочется, естественно, открыть коробку. Естественно, достать второй кроссовок. И показать, что внутри. Ну, помимо еще одного комплекта шнурков, вот так их можно прикинуть сюда. Очень хорошее сочетание. Мы расшнуровали их предварительно. И вот показываем. Логотип Крис Пол 3. Стелька такая яркая. И вот как продуман язычок. Является целым сапожком. Уходит наверх, в подъем и в петлю. С внутренней стороны точно так же. Петля посередине для того, чтобы фиксировать язычок. И довольно интересный аспект. Это шов. Шов, обрамляющий язычок. При этом он же обрамляет и весь кроссовок. Покажем на стороне. То есть он как уплотнитель. Такой он стягивает. Когда вы завязываете кроссовок, здесь практически нет свободного места. Идет все в стык к ноге. Все, конечно, хорошо. Цена даже приятная. И расцветок масса. Даже не масса, а море. Но только вот одно мне непонятно. Он со своим братом Кевином Дюрантом. Но они же братья крестные. Крестные братья. Получают модели достойные внимания. Такие симпатичные, технологичные. Но исполнение их почему-то, так скажем, кондовое. То есть кроссовки хорошие, но они уж больно грубые. То есть они не мягкие, не очень хорошее чувство корта у них. У обеих моделей. Их можно, конечно, так. Отнести к более бюджетным. Более бюджетным, да. То есть тот же Кармелла, который получает именную модель. Там и технологии, там и ощущения. А здесь технологии, куча всего интересного. Но ощущения не такие приятные. Хотя, это говорят мои ноги, которые уже повидали много всего. Ваше мнение может быть другим. Единственное, что хочу сказать, подытожить, что обзора не будет. Но вот такая качественная, сочная цветная презентация у нас на сайте. А с вами был Серж, сайт SoulFinder. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин